Добрый день! Сегодня мы находимся на территории музея «Битва за Ленинград» имени Зиновия Григорьевича Колобанова. И сегодня здесь происходят удивительные вещи, об этом нам расскажет Илья Викторович. У нас сегодня собирается танк Т-38, и собираются он не просто реставраторами, как мы привыкли это все видеть и наблюдать, он собирается детьми, то есть руками самих детей. Я им просто даю слова на путь, я говорю, как делать, как вообще работать. Краскопультом, болгаркой и так далее, вот это все они делают сами, и у них уже что-то получается. На сегодняшний день мы сняли верхние бронелисты, очистили их от ржавчины, закрасили, и сегодня уже будем красить танк внутри в белый цвет. В дальнейшем планируется выезд на этом танке и испытания, скажем так, на воде, потому что Т-38 это плавучий танк. Я наблюдал за эмоциями ребят, даже в тот момент, когда вы красили увлеченный взгляд у детишек, и им это нравится все. Да, самая главная проблема, в принципе, у педагогов, это то, что не у всех получается увлечь детей чем-то. У них внутри не просыпается интерес к той или иной деятельности, к которой они хотят, наоборот, их приобщить. Я считаю, что детям нужно, наоборот, давать работу руками, не просто стоять там одному, где-то крутиться, а действительно, вот как у нас раньше на уроках технологии, давали поработать на станках, на сверлильных и так далее. Действительно, сразу все по-другому, потому что дети до совершеннолетнего возраста познают мир не только зрительными нервами, но еще и как бы осязают его при помощи дактильных ощущений. Согласен. А еще такая ассоциация у меня возникла с этим танком и сборкой. Помните, в Советском Союзе был конструктор нашего Лего из металла? Из металла, да, да. Да, металлический, только здесь масштабный. Очень похоже на самом деле, ничем не отличается. Там тоже надо было все гнуть, подпиливать, тут чуть-чуть побольше. Ну, понятненько. А не подскажете примерные сроки, когда вы хотите реализовать данный проект? Я, к сожалению, по срокам сказать не могу. План у нас, конечно, успеть до годовщины окончания битвы за Ленинград. Это юбилей 80-летия, это уже следующий год, 24-й. 9-го августа он должен поехать своим ходом и, возможно, даже поплывет. Не загадываю, но может быть. Проект, конечно, сложный, реализовывать его сложно, но мы стараемся как бы следовать заранее за планированным графиком. Ну, что я могу сказать? Могу только пожать вам удачи и легко, как сказать, в бою. Это было сложно учить легко в бою. Да. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ